Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. На проекте стартовал новый сезон Школы актёрского мастерства в эфире 1 марта. Все преподаватели нам уже знакомы, это Ильинская, Секерин Варвина и другие. Новенький участник Дома-2 Роман Баранчук, который приходил к Ирине Донцовой, рассказал о том, как живется ему на проекте. Он любит побыть в тишине, наедине с самим собой. Здесь же он вынужден постоянно находиться с людьми. Также ему непривычно и тяжело обсуждать свою личную жизнь и постоянно высказывать свое мнение. Ваня Барсиков не зря появился на Сейшелах. Как стало понятно из последних эфиров, ему была уготовлена роль ведущего. Официального назначения пока не было, но именно Барсиков теперь проводит все конкурсы, предвариловки и урегулирует спорные моменты между участниками. Это и не удивительно, потому что Ваня на Сейшельской площадке самый активный и разговорчивый. Новенький Илья Грин пришел на проект с серьезными намерениями. Он надеется на дальнейшее развитие отношений с Майей Донцовой и даже на создание семьи. В последнее время Оля Рапунцель и Дима Дмитренко стали очень активно раздавать свои советы и комментировать отношения других пар. Оля решила откровенно поговорить о Марине Африкантовой за ее спиной. Рапунцель утверждает, что Марине в этом году исполнится 30, хотя она скрывает свой возраст и всем говорит, что ей 26 или 27. А вот Рапунцель не скрывает, все знают, что ей 29. Но Олю почему-то упрекают возрастом, а вот Марину нет. София Вермут решила воспользоваться чувствами к ней и одного участника, чтобы проучить Ваню Зарю. Она разрешила ему ухаживать за собой, чтобы Ваня приревновал. «Мы два сапога пара», – пишет она. «Зато я увидела искренние чувства и переживания Вани. Я ему действительно нужна». Татьяна Африкантова пообщалась в видеотрансляции со своими фанатами. Она рассказала свежие новости. Марина с Андреем уже вернулись. Родители очень переживают за дочь, потому что будущий зять очень неравновешенный, часто срывается, орет и оскорбляет. В последнее время он живется ее счет. Например, они отдыхали в Дубае за счет Марины. Она находится полностью под его влиянием. Открывает кошелек по первому требованию. Африкантова-старшая уже переписала обратно на себя квартиру, которую подарили Марине, чтобы она не досталась Чуилу. Саша Артемова поделилась новостями. Она написала, «Квартиру, которую мы хотели покупать, подорожала на 2 миллиона рублей. Что теперь делать, я не знаю. Сплошной день огорчений. Где брать деньги?» Зрители решили, что Артемова таким образом намекает, что они не прочь вернуться на Дом 2 на Сейшелы. Глеб Жемчуков тоже ответил на вопросы своих подписчиков в Инстаграм. Он работает все в том же магазине одежды. С Ольгой и Ветер они не вместе и никогда не будут. Жена уже давненько живет с новым парнем, написал Глеб, и строит свою новую жизнь. И тут же в разговор Глеба с поклонниками вмешалась Оля Ветер. Вот что она написала. «Хватит меня уже упоминать. Рассказывай про себя, про свою личную жизнь, про свою карьеру и так далее. А меня не трогай». В сеть попала фотография, на которой изображена Женя Феофилактова. Она не имела возможности подправить этот снимок в фотошопе. Многих всерьез испугали руки Жени. Они покрыты морщинами и вздувшимися венами. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.